Вопросы. В этом и главная суть. Ждут ли русские Латвии помощи от Российской Федерации? Ответ на этот вопрос искала моя коллега Вита Еленина. Ей слово. Я счастлива, что я гражданка России. Могучей, прекрасной России. Галина Дементьева с гордостью говорит, она гражданка России. Почему не Латвии? Женщина отвечает. Приехала сюда по распределению в 70-х годах. Работала в санатории заведующей библиотекой. Рассказывала интуристам о латышской культуре, показывала местные достопримечательности. Но потом здравницу закрыли, ее уволили. Гражданство не дали, из принципа сама сдавать экзамен не стала. Решила стать подданной Российской Федерации. Получает пенсию, которая за несколько лет выросла на 80%. А не была срезана, как это было у многих латвийских стариков. Вы знаете, материальное положение тяжелое, да? И еще почему? Потому что я уверена в российской пенсии. Она стабильная, она повышается. И буквально, простите, на Масленицу, да? Я была в санатории Янтарный берег. В это время был господин Вишняков там. Мы с ним беседовали, мы с ним сфотографировали, все. И он сказал, мы своих граждан в обиду не дадим. Они за нас заступятся, будут защищать. А кто здесь нас защитит? Латвийскую пенсию Галина начнет получать через полтора года. Если власти запретят получать двойные пенсии, женщина откажется от латвийской. Признается, что с удовольствием уехала бы отсюда. Да дети держат. Здесь живу и чувствую себя чужой. Живу, потому что здесь со мной рядом мои дети. Если бы Галина не взяла российское гражданство, то значилось бы в рядах латвийских неграждан. В стране проживают более 40% русскоязычных жителей. В основном выходцы из России, Белоруссии и Украины. Из них порядка трех сотен тысяч владельцев фиолетовых паспортов. Они лишены возможности голосовать и занимать определенные должности. Если с самого начала построения государства часть жителей была объявлена о том, что они не имеют права принимать участие в принятии решений, у них есть ограничения по занятию каких-то должностей или занятию какой-то профессии, то, соответственно, на это наносится непоправимый ущерб. В спорте и в бизнесе есть такое понятие «тимбилдинг», то есть построение команды. То есть на Западе прекрасно поняли о том, что важно, чтобы коллектив работал как единое целое, для того, чтобы понимали общие цели, для того, чтобы учитывать индивидуальность и проблемы каждого. В данном случае, фактически, сделана очень серьезная ошибка, которая до сих пор не исправлена. Русские в Латвии – самое многочисленное меньшинство. Российская сторона их называет соотечественниками и обещает отстаивать их права. Но, как считает политолог Виктор Макаров, часто Россия использует эти лозунги в корыстных целях. Восточный сосед проявляет принципиальность, когда не хочет идти на какие-то уступки. Например, достает этот козырь, когда Латвия вспоминает об оккупации. Это дипломатическая игра и не более того, уверен Макаров. Россия уже много лет подряд заявляет о том, что будет бороться за права соотечественников, за права русскоязычного населения. В действительности, в основном, это декларации, действий мало. Успехов очень мало. Стоит только посмотреть на такие страны, как Туркменистан, где действительно серьезные претензии к власти. Тем не менее, Россия сделать ничего не смогла. Но русскоязычным нужно понять, считает политолог. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никто не будет вмешиваться во внутриполитические дела Латвии. Отстаивать свои права нужно самостоятельно. Ведь никого, кроме нас, не волнуют наши проблемы. Вита Еленина, Игорь Никитенков, телекомпания ТВ5.